Спасибо, Татьяна. Это фотография, которая сделана на одном из моих курсов, это 8 утра, когда я зашла в аудиторию, я просто не удержалась, чтобы это не зафиксировать, потому что по теме вовлечённости, то мы говорим о том, чтобы нам как-то пережить. Учебный год начался, и когда вы каждый раз входите в аудиторию и вы видите, так скажем, не сильно заинтересованных перед собой людей, то действительно можно потратить достаточно много энергии, ресурса и сил, чтобы эту аудиторию раскачать, чтобы и самой быть довольной от своей работы и чтобы получать от неё удовольствие. Поэтому такова наша работа, такова наша специфика, вот работать с аудиторией и раскачивать эту аудиторию. И поэтому я взяла такую тему вовлечённости, которая тоже входит в тему проектирования. То есть что с этим делать? Давайте мы сейчас и подумаем, что с этим делать. Однажды я в куларах одной из конференций услышала такую фразу, повлиять можно только на то, мы говорим о вовлечённости, да, или вот на аудиторию, повлиять можно только на то, что можно измерить. Мне очень понравилась эта фраза, поскольку я методолог и поскольку я прямо занимаюсь темами измерения, метриками для того, чтобы увеличить эффективность продуктов, образовательных продуктов, то я просто задалась вопросом, действительно, а можно ли измерить вообще степень вовлечённости для того, чтобы на неё повлиять? И в каких областях или в каких направлениях это можно делать? Почему? Задаюсь таким вопросом немножко о себе. То есть почему вообще я этим вопросом занимаюсь? Потому что я человек из образования, четверть века, ну практически вся моя сознательная жизнь прошла здесь в разных ролях и вариантах. Я ездила в составе комиссии по образовательным учреждениям почти 9 лет и общалась с коллегами. И это были незапланированные, очень открытые и интересные встречи. И вот весь этот накоплен опыт, он в конечном итоге выливается в какие-то исследования. Ты начинаешь какой-то вопрос копать, ты начинаешь где-то его искать на это ответы. И поскольку лет 5 уже я работаю именно в онлайн-образовании, просто прямо перешла, мне очень нравятся эти технологии, то в этом плане я пытаюсь сейчас где-то вот технологии онлайн-образования остаться на золотой середине между онлайн-образованием и традиционным, например, академическим образованием. Потому что волна вот она сейчас схлынула, мы как-то все так раз и ринулись, потому что, ну просто жизнь нас заставила. И тихонечко сейчас как бы скатываемся. Но не хочется терять уже все те наработки, которые были сделаны, потому что, ну, мир, он всё равно пойдёт вперёд, а назад откатываться, ну, будет, наверное, неэффективно. Поэтому, занимаясь уже онлайн-образованием, у меня есть некоторые уже заслуги в этом плане, потому что я уже дипломант конкурсов международных именно в создании курсов. У меня есть свой авторский курс, который в 2000-м и в 2001 году успешно шёл, в том числе и в Директ-Академию. Это курс, который был связан с сервисом Google Class и, ну, показал очень хорошие результаты. Поэтому вот как раз, ну, своим опытом, а он очень большой, мне бы и хотелось поделиться. А с какими целями пришли вы, коллеги дорогие? Я понимаю, что у нас немного времени, и меня даже сегодня предупредили, чтобы я не задерживалась, потому что я люблю именно диалог, именно интерактив. Поэтому я предлагаю вам всё-таки включаться в этот интерактив, вовлекаться и на практике понимать, да, вот отслеживать себя. Когда вам задают вопрос, что в это время вы хотите, вы можете написать ответ на это? Или хочется посидеть и попить чай, и послушать спикера? На самом деле это не лекция. И любая встреча — это диалог. И любая встреча — это обмен энергиями, обмен знаниями, обмен временем, в конце концов. Поэтому я буду очень рада. Я в чат заглядываю, я его специально открыла, и я вижу огонёчек. И если вам нравятся какие-то мысли, вот, ну, дайте себе труд, даже хотя бы поставить огонёк. То есть дайте мне реакцию для того, чтобы нам вот эту ниточку энергии друг с другом сразу, ну, получить, да. И точно так же, когда вы входите в аудиторию и видите эти зевающие лица, первое, что, ну, во всяком случае, первое, что делаю я, для этого тоже нужно, ну, энергию иметь, да. Просто поднять эту энергию в общем, в общей среде. Поэтому не стесняйтесь пишить в чат для того, чтобы наша встреча была в том числе и в форме диалога. Мы пойдём дальше, и наша последовательность будет такая. Вначале, конечно, по прововлечённость слушателей. Я специально взяла более общее понятие слушателей, потому что и, ну, потому что сама тема, она относится к онлайн-образованию. Это значит, что там не только студенты. И есть доп. образование, и мы сейчас работаем с программами, в том числе социальными, где есть пенсионеры, предпенсионеры и так далее. Ну, то есть, на самом деле, не все студенты, но вовлекаться или выходить нужно всем. Спасибо, я вижу ваши комментарии сейчас в чате. Обязательно просмотрю их потом или сейчас, или, может быть, даже будем отвлекаться и на это смотреть. Давайте даже так и сделаем. Очень качественная презентация, я вижу. Спасибо большое, Юлия. Я стараюсь всё делать качественно, это мой принцип. Пишет Оксана, делаем электронные курсы повышения квалификации для работников дорожного хозяйства. Отлично. Курсы асинхронные, короткие. Интересно, какие методы вовлечения можно здесь применять. Вот прямо-прямо в точку. Потому что действительно, вот для всех категорий курсов эта тема будет хороша. «Обновить мои идеи на вовлечение к учёбе. Хочется совершенствоваться». Спасибо большое, потому что именно так я начинала свой путь в онлайн пять лет назад. Вот когда я просто вошла однажды в аудиторию и увидела это, сфотографировала, я пришла и подумала, думаю, ну что же с этим делать? И с этого вопроса, по большому счёту, начался путь вот в это исследование. Как вообще оживить эту ситуацию, как учение сделать живым. Поэтому мы поговорим про вовлечённые слушатели. И я сразу хочу сказать, что это инструмент. Прежде всего, инструмент проектирования. То есть это не что-то аморфное. Это не значит, что мы поразовлекали. Или как иногда я делаю, когда вижу совсем вот, ну, совсем мёртвую аудиторию. Я иногда просто говорю, ну-ка, дети встали, ну-ка, дети иногда там за 20, за 30, да, и просто сделали там хлопок или давайте поприседаем, или ручки кверху. Они, конечно, очень удивлённо смотрят, но во всяком случае головы от гаджетов уже поднимают. А это уже значит, что вы можете зацепить как-то внимание. Существует и много других способов привлечения внимания, но вовлечённость – это не про внимание непосредственно и не про мотивацию. Всё-таки вовлечённость – это некая, ну, во-первых, это некий инструмент, и этот инструмент связан с метрикой. Поэтому следующее, что мы рассмотрим, это метрика, которая связана с этим инструментом. Я как методолог, и вообще методология, она исключительно, ну, то есть это не из головы. Это всегда статистика, измерение и какие-то точные твёрдые факты, да, потому что если нет фактов, то, в принципе, всё остальное – это, ну, творчество. Но даже творчество можно укладывать, ну, предопределять эмоциями, вниманием можно управлять, но для этого как раз нужно научиться измерять. И я взяла такой показатель, который связан тесно с вовлечением, он очень популярен в онлайн-образовании, в бизнес-образовании, НПС, КОР, доходимость, так называемая доходимость, на академическом языке я нашла аналог, но можно называть успеваемость. Ну, так вот очень, если за уши притянуть. Поэтому, конечно, влияет на, то есть вовлечённость влияет на то, чтобы, на измерение какое-то, но это не предел, потому что я хотела как раз остановиться на том, что после того, как мы измерили, что с этим делать. Ну, то есть на самом ли деле это тот результат, который мы хотим получить. Поэтому одно дело – метрики. И на прошлом вебинаре меня как раз спрашивали, да, какие метрики я могу предложить в данном случае, какие измерения можно делать. Вот в этот раз я взяла уже тему такую, чтобы можно было связывать нашу деятельность какими-то метриками. Но метрика и эффективность, или то, что мы измерили, это не дождественно, это не одно и то же. Поэтому всё равно мы в любом случае, мы должны прийти к какому-то результату. Вот таким образом мы и будем с вами идти. Хочется совершенствоваться, я читаю чат. Да, и преподавать эти знания преподавателю в моём учреждении. Пишет Юлия. Да, это очень здорово, потому что знания, они на то, и знания, чтобы их передавать друг от друга. Что такое вовлечённость слушателей, дорогие мои? Как вы понимаете вовлечённость слушателей? На самом деле мне очень хочется поговорить. Я очень всегда сожалею, что нет живой аудитории в этом плане. И вот прямо посмотреть бы в глаза, посмотреть бы на руки, которые поднимаются или не поднимаются. Что вы под вовлечённостью понимаете? Пока я пойду дальше, тоже можно писать. Я знаю, что я буду всё равно останавливаться. Это вот такой принцип диалога. И как раз пока, может быть, вы пишете, даже если не пишете, подумайте, да, а что такое вовлечённость для вас? То есть как вы её фиксируете? Как вы определяете, вовлечены или не вовлечены ваши слушатели в то, что вы говорите, пишете? Видите, я прошу, чтобы в чате было отражение. Или я прошу нажимать, например, просто, если мысль нравится, да, просто нажать, например, на огонёчки. Просто для того, чтобы передавать какую-то информацию, обратную связь. Проходит курс от начала до конца, задаёт вопросы. Вовлечённость задаёт вопросы, да, вовлечён. Проходит курс от начала до конца, доходимость. То есть это больше уже к метрике относится. Да, может такое быть замечательно. Да, задаёт вопросы, хорошо, отлично. Да, хорошо. И пока, может быть, студенты активны, им интересно. Да, студенты активны, им интересно. А как понять, что они активны и что им интересно? Ну, понятно, наблюдение просто, да, живое наблюдение за аудиторией. А как понять, если это онлайн обучение, да, когда все экраны выключены? Тоже вопрос. Активность на курсе, например, задаёт вопросы. Да, конечно, задаёт вопрос. Это уже действительно вовлечённость. И мы сейчас как раз это увидим. Я хочу ещё поделиться тем, что нынче я в июле ездила на большую конференцию, которая ежегодно уже сейчас проходит в Петербурге. «Белая конфауна» называется. И вот эту тему вовлечённостей я прямо специально пошла на тех спикеров, где вот такие темы исследовательских. И нынче работал блог прямо «Методология». И я оттуда это взяла, потому что лучшие спикеры выступали. И с вами тоже хочу сейчас поделиться теми знаниями, которые я оттуда привезла. «Обучающиеся комментируют в чате при онлайн-трансляции». Совершенно верно. Совершенно верно. Вы большие молодцы. Я бы тоже поставила вам сейчас огонёчек для того, чтобы как-то поблагодарить вас за это. Вообще существует определение вовлечённости. И в общем-то оно звучит так. Это количество энергии и времени, вложенное в обучение. Да, сразу реагирует на поставленный вопрос. Он может и не сразу реагировать, но он реагирует на поставленный вопрос. Вопросно-ответная ситуация. Да, сразу видно, что человек вовлечён. Вот я сейчас сразу вижу, что вы начинаете вовлекаться, что вы меня поддерживаете, что вы начинаете рассуждать. А это очень хорошо. Да, количество энергии и времени, вложенное в обучение. Подумайте, на самом деле это так. Потому что если вы сейчас пишете вопросы, то вы вкладываете туда свой интеллект, свою энергию творческую, потому что его ещё нужно придумать. И своё время, потому что вы сюда пришли. Следовательно, да, действительно, как измерить энергию и время, вложенное в обучение, и как, самое главное, этим управлять. Да, потому что мы должны как-то это использовать. Да, причём целенаправленно, очень осознанно. Не на уровне просто домыслов. Вот в этом плане мне очень понравился один доклад Михаила Осипова на белой конфе. И мне понравилась его дифференциация. Я потом её обдумала, я потом её встроила в свой процесс и посмотрела, как она работает на моих курсах. Поэтому вот сейчас уже буду делиться таким собранным, собирательным опытом. Итак, очень понравилась просто дифференциация того, что вовлечённость как процесс, вообще как феномен, можно разделить на поведенческую, на виды поведенческая, например, вовлечённость. Действительно, например, пишите вы в чат сейчас, я вижу, если чат пустой, мне не видно, да, что на самом деле, что вы делаете сейчас, именно делать, да, пишите или не пишите. Если пишите, я понимаю, что вы, ну, со мной сейчас. То есть это явно видно. Когнитивная вовлечённость, это действительно, ну, задаёт вопросы, потому что я содержанием интересоваться начинаю. Я задаю вопросы, получаю ответы, обдумываю их. То есть у меня есть иной вид уже вовлечённости. Эмоциональная вовлечённость, то есть ваши огонёчки, это уже больше эмоциональная вовлечённость. Так тоже можно сделать. Поэтому в данном случае просто действительно интересно, весело. Как вы сказали, красивая презентация – это всё равно эмоция. Пусть эстетическая, но эмоция. Следовательно, в любом случае есть некие показатели, которые уже можно отслеживать. Давайте посмотрим, как. Поведение. Вот здесь уже можно сейчас прямо смотреть, что можно, зачем можно наблюдать, чтобы потом это можно было изменить. Или просто задаться вопросом, как это можно изменить. Итак, на уровне поведения. Это действительно комментарии студентов в чате или слушателей в чате. Нужно смотреть, живой ли вообще чат. Ну и понятно, что пока не буду говорить. Задавать вопросы, ответы. Вы совершенно правильно. Вы замечательные, прекрасные профессионалы. Вы совершенно правильно говорите. Задавать вопросы, ответы. Давать на них. Очень хорошо работает любая взаимопомощь в группе. А где это находится? А где мне взять презентацию? А кто-то уже сразу пишет. Да вот там вверху есть такая штучка. Вот туда нажимаете и сразу возьмите презентацию. Да. А есть ли автоматизированные способы это контролировать и анализировать? Вот на этот вопрос ответим попозже. Хорошо. А есть ли асинхронное обучение? Как измерить вовлечённость? Как измерение вовлечённости меняется? Синхрония, асинхрония, конечно, меняется. Потому что синхронное — это значит, что вы меня видите, и вы видите мою эмоцию, моё вовлечение в процесс. А в асинхронии, в принципе, это сложнее делать, но тоже можно. В любом случае, когда есть уже такие вопросы, спасибо, кстати, за вопрос, потому что я их потом обязательно пересмотрю. и обязательно уже эти ответы буду… Видите, вот это и есть, да, обмен энергиями. Уже я буду про это думать, и я уже буду готовить ответы или я буду понимать, что вот эти вопросы интересуют мою аудиторию. Участие в различных дискуссиях. Ну, на дискуссии тоже уже нужно действительно какую-то энергию, ресурс затрачивать. Поэтому и так далее. Я просто привожу сейчас примеры, потому что более подробно мы это будем разбирать не подробно, а практически на курсе, который как раз пройдёт 26 сентября. Видите, рекламная пауза, да. 26 сентября, полный цикл разработки, вернее, полный цикл проектирования образовательных программ, то есть что нужно учитывать при этом. Я вообще считаю, что любой преподаватель должен пройти хотя бы один раз вот этот цикл от начала и до конца, просто чтобы понимать вот этот замкнутый, ну, замкнутый вот этот цикл, чтобы понимать, с чего начинается и к чему приходит, и какие инструментарии для этого используются. Так вот, когда мы говорим уже о поведении, мы понимаем, как это можно измерить. То есть когда мы начинаем дифференцировать, мы начинаем понимать. Количество отправленных сообщений в чате я могу бы просмотреть? Уже могу просмотреть. Я знаю, сколько людей присутствовало в чате. Я вижу, кто активный, кто неактивный. Я вижу, какие вопросы задают. Но, правда, это уже больше к знаниям относится. Но в любом случае у меня уже есть некая статистика. И я понимаю, что либо мне нужно больше времени для того, чтобы активность повысить, если я ставлю это целью, либо я ввожу какие-то, например, вместо вебинарного формата ввожу какую-то интерактивную, может быть, форму, если опять же ставлю это целью. Сейчас у меня такой цели нет, потому что вебинар — это, в принципе, формат для того, чтобы можно было поделиться знаниями. Количество участников, как я уже сказала, посмотреть, ну и посмотреть, кто активно принимает участие. То есть можно ли это уже измерить? Можно. Это уже можно измерить, и на это уже, следовательно, можно повлиять. Какие способы влияния в данном случае возможны? Установить чёткие и прозрачные цели для каждого слушателя. Вообще, когда человек не понимает, зачем он здесь или куда мы пойдём, ему трудно вовлечься. Просто вы вышли на перекрёсток и не знаете, куда идти, четыре дороги. Вы никуда не пойдёте, то есть вы не вовлечётесь в тем, что. Следовательно, нужно действительно сразу обозначить то пространство, те направления, которые есть, те вопросы. Может быть, не просто обозначить, но и выяснить. Я не зря спросила, какие у вас цели. Во-первых, это вопрос к тому, чтобы вовлечь в тему, а во-вторых, это уже некая активность, на которую я рассчитываю, и активность заключается в том, чтобы получить обратную связь. Дорожная карта для этого совершенно замечательный инструмент, где чётко и понятно, куда кто пойдёт, и что я вообще могу в это вложить, что я буду иметь на выходе, и какой ресурс я должна вложить, что мне нужно спросить. То есть начинает возникать некая ситуация, где уже эта вовлечённость сама по себе начинает проектироваться и закладываться. Мы обладаем большой базой знаний дополнительного материала, к примеру, я привяжу просто какие-то примеры, и пояснять не просто, вот сегодня я вам отправлю ссылочку, не отправлю, а в презентации прямо есть ссылочка, на технологию подготовки своей игры для вовлечения. И вы можете зайти прямо в онлайн-курс, он бесплатно абсолютно даётся, и посмотреть, как построить такую технологию. Но я должна объяснить, для чего я даю эту базу знаний, как её можно использовать, и не просто дать ссылку. То есть как-то уже вовлекать это. Поддерживать дискуссию вокруг этого и так далее. То есть примеры вы можете приводить сами. Кстати, у меня тоже такой будет вопрос. Вы можете сейчас поделиться с коллегами, какие способы используете вы. Потому что я могу рассказать только о своём опыте, но вы сейчас можете тоже рассказать о своём опыте. И кому-то, а иногда так бывает, что вы ищете какой-то ответ, и вдруг вы видите какую-то фразу, которая даёт этот ответ. Как однажды я услышала фразу, что нельзя повлиять, как измерить, я запомнила, и я понимаю, что это действительно так, это вера. Знания. Выполнение слушателями домашних заданий. Совершенно правильно. Вы сказали, что нужно углубиться в содержание, просмотреть раздаточный материал, бонусные занятия. То есть причём выдавать, может быть, не всё разом, а действительно вот этот путь, путь углубления в знания, его тоже можно проектировать. То есть пока человек не знает, что такое А, ему трудно перейти к Б. И умение выстроить вот этот путь вовлечения, путь глубины, он тоже даёт степень вовлечения гораздо выше, чем просто мы вываливаем какую-то информацию, и, в общем-то, её не дифференцируем, не декомпозируем. Как это измерить? Ну, здесь уже, я думаю, что все коллеги встречались с этим, что мы проверяем домашние задания, мы видим, кто справился, кто не справился с этими домашними заданиями, кто смотрел или не смотрел раздаточные материалы, кто скачал или не скачал, в данном случае, презентацию, потому что такая статистика сервисом тоже проводится. И мне уже будет понятно, например, какая реакция на тему идёт, помимо того, что есть вопросы. Ну, тестирование тоже можно здесь вставить. Ну, процент тестирования – это уже аттестационные какие-то мероприятия, они тоже могут быть здесь использованы. Как повлиять? Ну, конечно, да. Первое, что хочется, это использовать активные методы обучения. И поэтому я больше люблю диалоги, чем вообще говорящую голову. И домашнее задание проводить в групповых проектах, может быть, в каких-то исследованиях, может быть, в каких-то дискуссиях, то есть включать действительно активные формы познания. Поэтому вместо того, чтобы, ну, просто тест, например, хотя я не против теста, потому что любое повторение, и любая активность – это тоже вовлечение. Обращаться к опыту, обращаться к студентам с помощью визуализации, аналогии, метафор, старитейлинг сейчас, да, великолепно используется. Истории любят все. Поэтому здесь, как правило, вот мы берем как раз какие-то те формы или форматы, в том числе сейчас очень хорошо в онлайн упаковывать это все. Потому что, ну, столько красивых, интересных сервисов. Так, ну, так хочется все успеть. К сожалению, не всегда позволяет это расписание. Я тоже это знаю. Давать конструктивную обратную связь, она очень важна. Вообще, я знаю, что курс сразу в разы дороже иногда бывает. Только по одной причине, да, что в курс вложена обратная связь. Одно дело, асинхрон, как раз вы задаете вопрос. Хотя я думаю, что в асинхроне тоже можно, сейчас я просто сижу и прямо соображаю, что в асинхроне тоже можно заложить обратную связь. Но, например, в те же тесты. Вы задали вопрос, через ответ вы можете, ну, через отправку вы можете дать ответ. Но тогда нужно подумать не только над вопросами и, так скажем, ну, однотипным ответом, да, а подумать над какими-то вариациями ответов. То есть по-другому задавать уже нужны вопросы и, по-видимому, по-другому давать ответы для того, чтобы, опять же, в ответ заложить желание посмотреть дальше. Ну, то есть здесь, скорее всего, нужно поработать над форматом вопросов-ответов для того, чтобы они выглядели как обратная связь. Такой, кстати, мы делали, такой приём вводили. Прямо, знаете, такой кейс. Прямо в тест заложен кейс, когда нужно было пройти одну часть и получить ответ. И пока вы не получите ответ, вы не идёте в другую часть. И кейс – это действительно нужно было подумать над тем, а что выбрать, куда человек пойдёт или что он должен сделать для того, чтобы совершить следующий шаг. И было интересно. На самом деле это тоже хороший приём, но требует подготовки. Но я просто взяла к примеру, понятно, что рубрика, например, «Ознали ли вы?», когда вы просто побуждаете ещё дополнительное любопытство. И эмоции. Эмоции, всё правильно вы сказали, за эмоцией можно наблюдать. Очень трудно наблюдать в онлайн, поэтому не зря приготовили всякие смайлики, огонёчки, поднять руку, вот всё эти эмоции, это же действительно эмоции, потому что как ещё передать? И я помню, когда в самом-самом начале только переходили в онлайн, а я довольно давно, уже 5 лет я практически вот уже, ну прямо вот, можно сказать, вот прямо ногами твёрдо стою здесь, да, а интересоваться этим я начала гораздо раньше. И я помню, что, ну, действительно ведь, вот прямо фибрами можно передать, когда вы живой аудитории. Я не знаю, как это передаётся, но заряженность эта, она передаётся, да, потому что очень хорошо видна эмоция. В асинхронных курсах это очень трудно сделать, но, опять же, нам на выручку приходят технологии, и посмотрите, какие красивые, интересные сейчас эмоции тоже получаются, и, в общем-то, этим тоже можно пользоваться для того, чтобы передавать эмоцию. Например, как, да, подскажите, пожалуйста, как качать презентацию с телефона, айфона? Такой технический вопрос, я не буду пока сейчас на нём останавливаться, думаю, что как-то, наверное, можно. Есть, может быть, коллеги подскажут сейчас, чтобы мне не останавливаться, это как раз к тому, что в чате можно найти помощь. Хорошо. Давайте посмотрим. Проявление эмоций, любопытства, удовольствия – это то, что можно наблюдать. И, конечно, выражение положительного отношения, ценности, важности. Как это можно измерить? Здесь больше, наверное, как раз уже про онлайн-обучение. Положительные отзывы. Вообще, я знаю, что те, кто занимаются именно онлайн-бизнесом или обучением как бизнесом, вы точно знаете, что курс прошёл, или даже он ещё не прошёл, тема прошла, и вы просите дать отзыв. Ну, потому что здесь продуктовый подход работает. И в этом плане, ну, как только вы что-то сказали или сделали, вы сразу спрашиваете, годится это или нет. Можно не спрашивать, можно действительно наблюдать, заходит тема или нет. Ну, так строится бизнес, поэтому там это вообще не вопрос. А я отзывы вот в академических курсах начала применять тоже не сразу. То есть пока я додумалась до того, что нужно вообще-то своих студентов спрашивать, а что им понравилось, что не понравилось, что зашло, а что не зашло. И когда я стала это делать, вы знаете, мой контакт со студентами, он резко оживился. Я прямо почувствовала, что студенты стали со мной как будто на одной волне, потому что общие вопросы, общие ответы, и всё-таки форма диалога, она сразу даёт такие субъект-субъектные отношения, такие партнёрские отношения. Поэтому их тоже можно и нужно выстраивать. Положительная обратная связь в работе с преподавателями, с учебной частью. И в учебную часть тоже мы иногда заходим. Я сразу спрашиваю, кто аудитория, сколько их. И в конце всё равно спрашиваю, а что говорят. Потому что могут не сказать вам, но обязательно кому-то говорят. Вот этот сбор обратной связи очень важен как раз для того, чтобы потом понимать, с какой темой, с какими эмоциями входить в аудиторию. То есть как этим управлять. Как влиять? Использовать юмор в обучении очень люблю. Сейчас во всех чатах, всё равно телеграм, вконтакте со студентами ведут такие чаты даже в академическом образовании. Использование мемов, шуток. Ну то есть показать себя ещё как человека. Я обычно про это говорю. Задействовать качественно оформленный, красивый учебный контент. Я уже сказала, да, это тоже вызывает эмоции. Спасибо ещё раз, что вы оценили. Использовать старителлинг. Истории любят все. Старителлинг сейчас популярно. Поддерживать климат. Вот эта сердечность или открытость, искренность. Всё равно это эмоция, которая сразу открывает все двери. Вот, например, давайте я просто приведу пример вам, как использовала я, например, вовлечённость в технологии «Своя игра». Это, кстати, пришло как раз после того, когда я задала вопрос, что делать. И два года практически я преподавала профессиональный этикет и служебный этикет у разных направлений. Ну, это сейчас уже нет, а вот у разных направлений там юридические, юридический факультет, факультет бизнеса и менеджмента, предположим, психология, у психологов. Ну, то есть, когда вы встречаетесь с разной направленной аудиторией, то тема профессионалитики, она везде разная. Поэтому, но я взяла одну технологию для всех. Мне было очень интересно, кто как даже реагирует на смену технологии. И ребята сами создавали игры. То есть, игра «Своя игра». Вы знаете, что это как раз вопросно-ответная ситуация. И вот это желание вовлечения, вовлечения, причём действительно, я когда послушала на «Белой конфе», я поняла, что я была очень сильно права, потому что на уровне поведения прямо. Там работают команды, и там нельзя без вовлечения, ну, нельзя вне команды находиться. Поэтому в любом случае, так или иначе, ты вовлекаешься. Когда команда готовит игру, сама своя игра, я полностью модерирую эту игру, я полностью вовлекаюсь и глубоко вхожу в эту игру, я помогаю им её подготовить, но они её делают сами на тему. А для этого нужно изучить. То есть, когнитивная вовлечённость очень велика, потому что, чтобы кому-то что-то выдать, а им ещё хочется, чтобы это было круто, весело, чтобы там заводил или ещё что-то, они придумывают невероятное количество различных приёмов, которые, ну, которые, вот я иногда просто, ну, удивлялась, как они вообще это могут придумать, да, потому что они и сертификаты друг другу выдавали, и какие-то ленточки повязывали, и даже в конце кто-то сделал потом торт с чаем, то есть, ну, понимаете, когда люди пошли вот, ну, сами создавать что-то, следовательно, им приходится включаться в это, ну, прямо мозгами хорошо, и понятно, что кто-то и не хотел, но когда он приходит в аудиторию и проводится игра для всех, он может набирать баллы просто участием в игре. И надо сказать, что результаты мы иногда достигаем, то есть он не создал проект свой, но он приходил на каждую игру и активно участвовал. Кто-то как, приходит мальчик и говорит, ну, я просто играть люблю. Вот он приходит, он приходит, он приходил всегда на эти занятия, и просто ему нравилось присутствовать и играть. Он набрал баллы за активность в игре, хотя проекта не сделал. Но, тем не менее, он вовлёкся всё равно, он потратил энергию и время, и он получил заслуженный свой результат. Поэтому за этот курс я получила диплом второй степени на международном конкурсе онлайн-курсов. И вот этим опытом тоже буду делиться на своём курсе, то есть как создавать такие игры. Вот, например, аттестационная карта. У меня была аттестационная карта вот такая. И здесь, видите, статистика, сила статистики, то есть как вовлекаться. Следовательно, можно было набрать индивидуально, среди них можно было участвовать так или и так, но можно было и набирать баллы просто участием в играх, не создавая игры. И сразу здесь в баллах можно было получить зачёты, набрать нужное количество баллов и получить зачёт. Это было в открытом виде, то есть они видели, как от игры к игре меняются баллы, то есть они приходили и сразу смотрели на это табло и смотрели, сколько они набрали и сколько им ещё нужно было зачётов. Ну то есть вот такая, можно сказать, игра, она действительно работала на вовлечение. И такую игру я как раз вам предлагаю по ссылочке скачать. Вы можете посмотреть не игру саму, а технологию создания такой игры. Вы можете скачать презентацию и посмотреть по ссылочке, как мы это делали. Дальше возникает вопрос. Вот мы поговорили про вовлечённость, про разные виды вовлечённости, про инструменты. Что с этим делать и при чём здесь кор? И что такое кор? Кор – это доходимость, да, индекс доходимости. Он вычисляется очень просто. У вас есть те, кто завершили обучение, и те, кто начали обучение. Если завершили там 90, а начали 100, умножаете на 100, получаете свой кор. Собственно, это, наверное, не очень интересно тому, кто ведёт отдельно какой-то курс. Но это очень хорошая метрика для того, чтобы посмотреть, например, целую статистику по направлению, по факультету, по какому-то виду обучающих материалов. То есть видна статистика, и потом очень хорошо заглянуть внутрь этой статистики, потому что сама статистика может ничего не сказать. Конечно, кор в обучении растёт вместе с уровнем вовлечённости слушателей. Это безусловно. Но у меня сразу возникает вопрос. А можно ли сделать кор? Ну давайте, если кому-то нравится слово «успеваемость» высоким искусственным. А кому-то, может, нравится слово «доходимость» искусственным. Ну, можно просто написать «да» или «нет». Потому что время поджимает, и я понимаю, что я не могу здесь развить хорошую дискуссию. А здесь было бы очень интересно развить хорошую дискуссию. Вообще успеваемость можно получить искусственным путём? Высокие показатели успеваемости. Как вы считаете? Да, да, конечно, конечно. Да, я уверена, что вы сейчас скажете свои, могли бы сказать свои предположения или свои приёмы для этого. Конечно, можно. Да, я совершенно с вами согласна. Конечно, можно. Можно сделать лёгкими домашнее задание, можно собрать группу меньше, чем полагается, можно превратить обучение в развлечение, хотя я не советую, потому что вот как раз после такой серии игр однажды подошли ко мне студент, девушка и юноша, и спросили меня, Лена Николаевна, у нас нормальные лекции будут или нет? Ну, то есть всего в меру, да. Мы играли очень хорошо, вовлекались очень хорошо, но развлечение – это развлечение, а учение – это учение. Поэтому здесь, я думаю, что какая-то граница или какая-то, вот как это называется, ну, то есть нужно, чтобы всё это было в равновесии, нужно, чтобы здесь было равновесие. В этом смысле какой корф считается эффективным? Вот мы получили, например, какую-то статистику. Она может быть хорошей, но как заглянуть вовнутрь, потому что, как я уже сказала, показатель – показатель, но показатель – показатель розы. Поэтому что считается эффективным? Помните, был такой период, когда мы сдавали централизованное тестирование? Баланс, спасибо! Да, спасибо, Татьяна. Мы сдавали централизованное тестирование, и я всё время задавала вопрос, приводя студентов в компьютерный класс своих студентов. Я не знала вопросы, которые им будут задавать, но меня интересовало, а какой проходной балл? То есть сколько ошибок они могут сделать из ста, например, вопросов? И я хорошо помню вот эту цифру 70-80, в зависимости от предмета, всё равно был поставлен какой-то ограничитель, что допускается вот такая ошибка. В связи с этим, что считалось эффективным? Вот он сдал 80% – это эффективно, не сдал – неэффективно. Я тоже тогда задумалась, и я знаю, что это спорный вопрос вообще по поводу подобного вида аттестации, потому что он не открывает всех талантов студента и не показывает все знания. Но не будем сейчас об этом говорить. Я сейчас просто пример из практики приведу, например, на тех же, например, играх, то есть когда нам нужно было сделать проект. Берём вначале учебную цель по занятию. Сформировать, например, знания по созданию вопросов для игры. То есть нужно знать, какие виды вопросов, потому что студенты сами придумывали вопросы, и не всякий вопрос можно задать. То есть мы действительно с ними рассматривали варианты, как правильно задавать вопросы. То есть это сам по себе в профессиональной этикете очень важно, поэтому само по себе умение такое, оно высоко ценится. Следовательно, вначале нужно какие-то знания иметь. Здесь я брала абсолютно традиционную метрику 70%. Если 70% на тест ответили, то есть для того, чтобы знать знания, то можно считать, что это пройдено. Дальше нужно было сформировать умение, то есть конкретно составить и оформить эти вопросы, например, в презентации. Это было домашним заданием, проектной работой, ну, к одному из занятий. И здесь тоже можно было смотреть процент слушателей, которые успешно выполнили это. Но выполнить то или другое, можно выполнить одно, но не выполнить другое. Или выполнить всё, но не создать проект. Можно прочитать, можно просмотреть, можно отдельно сдать какие-то домашние задания. Но есть ещё результат по курсу. И, например, учебная цель по курсу — сформировать умение проектировать такую игру. Ну, у меня была такая задача или такая цель. И здесь мне было интересно, а сколько слушателей создали её? Сколько слушателей смогли провести, не только создали, смогли провести вот такие игры? Мы отрабатывали как раз паттерны поведения при взаимодействии. То есть игра была не просто так построена, а когда в профессиональной этике мы отрабатываем определённые виды взаимодействия. В игру мы их как раз вводили. Смотрели на модель каждого, на модель поведения каждого. То есть в конце они могли сказать, как они себя ведут в социальных контактах. Вот таким образом смотрели. Но сейчас мы не об этом. И, конечно, здесь можно посмотреть корр. Так вот, давайте я сейчас вам продемонстрирую. Как раз очень хочется продемонстрировать. Например, напишите мне сейчас, считаете ли вы эффективным такой корр. То есть я получила определённую степень доходимости. Но эффективно ли это? Сейчас поясню. Например, я беру прямо все параметры, которые я вычислила. Слушателей, которые сдали и тестировали 70, ну то есть много студентов, из 100, например, всего училось 100. Дошли до конца 90. Корр 90%. Высокий корр. Ничего не скажешь. Но давайте посмотрим, а эффективность высока или нет. Слушатели, которые тестируют, мне сдали 70%. Слушатели, которые выполнили домашнее задание, то есть мы прямо сформировали, презентацию, может быть, даже сделали, 40%. А те, кто вышли с проектами игр, например, 10%. Ну и дальше я просто привела пример прямо не в процентах, а в количество слушателей. Так вот, 63 сдали тестирование, 36 выполнили домашнее задание, 9 успешно презентовали проект. Как вы думаете, эффективен ли этот результат? Можно ли сказать, что корр в данном случае эффективен? Просто да или нет? Мне очень интересно. Нет, нет, нет. Совершенно верно. Я вас очень благодарю за обратную связь. Совершенно верно. И я думаю, что вы знаете почему. Потому что можно знать, на 36%, спасибо, можно знать, но не знать, как использовать. Я могу сдать тесты, но не могу провести социальный контакт на самом деле. Следовательно, действительно, эффективность измеряется не потому, какой показатель, а потому, какой результат мы получили. Поэтому доходимость в этом случае высокая, но эффективность обучения слушателей в этом случае была низкая. И когда я это получаю, я понимаю, что с этим нужно делать. И меня не всегда иногда интересует доходимость, сколько меня интересует, а что внутри этой доходимости. Поэтому одно дело, когда я читаю в отчетах онлайн-школ, что у нас корр там 100%, 70%, 80%, у нас такая доходимость. У меня всегда вопрос, а что стоит за этой доходимостью внутри? Потому что мне хочется задать вопрос, а какая эффективность? И есть ли измерение, или есть ли показатель этой эффективности? Но я уже показала, что да, корр не тождественен эффективности. То есть вообще показатель не тождественен результату. И результат в основном зависит все-таки от цели. И наша цель – это добиться именно образовательного результата. Поэтому я не призываю не смотреть на метрики или на измерения. Есть общепринятые метрики и измерения. Их нужно знать, потому что через статистику, во всяком случае, вы видите общую картину, и вы знаете направление. И когда ведете эту статистику, сколько в чате было, сколько в начале стали активничать, сколько в конце стали активничать, потому что больше сейчас стала говорить я, и меньше стала давать возможности вам. И я уже начинаю это фиксировать. И когда я это вижу, я меняю свое поведение или меняю какие-то технологии. То, что можно проектировать. Следовательно, вот чтобы добиться результата, нужно правильно проектировать инструменты для разных видов вовлеченности. Мы сегодня с вами рассмотрели, что они бывают разные. Можно проектировать их на уровне поведения, на уровне углубления в знания, на уровне когнитивного вида вовлеченности. И даже на уровне эмоций все равно можно проектировать, чтобы получить ту энергию и то время, которые очень дорогие, которыми мы дорожим, именно от слова дорого дорожим по отношению к нашим слушателям. Связывать их непосредственно с целями и учебными метриками. Потому что тот результат, который вы хотите получить, целиком и полностью зависит от цели. Если вы знаете точку B, вы точно знаете, может, не точно знаете, вы начинаете поиск, начинаете исследование, а как прийти к этому результату. Это все процесс проектирования. Поэтому полный цикл проектирования образовательного продукта я приглашаю вам, я приглашаю вас пройти и посмотреть прямо на практике, на курсе «Педагогический дизайнер», который пройдет 26 сентября. Можно записаться по ссылке, которая ниже. Презентация у вас будет, вы ее можете скачать. Я думаю, что вам уже пояснили, возможно, как это можно сделать и где это можно найти. Что там будет, давайте я кратко поясню. Почему? Почему это может быть интересно и что надо быть? Ну, прежде всего, впереди учебный год и у нас сейчас как раз старт для эффективных курсов. То есть на самом деле мы можем просто прийти, подготовить на курсе свой курс и его откатывать потом в первом семестре, во втором семестре или год. То есть год учебный впереди, вначале нужно подготовить себе те продукты образовательные, которые вы будете прокатывать. поскольку курс абсолютно практический и его задачей является сделать ваш проект, то есть пройти от начала и до конца именно с точки зрения проектирования. С чего начать? Какие метрики взять? На что посмотреть? Как добиться этого результата? Через какие приемы и способы? Как раз вот эта практическая сторона, она там очень сильна. Модуль первый как раз займет анализ учебных целей, проектирование результатов с учетом метрик. То есть мы разберем там, как поставить цель для того, чтобы добиться результата. Ну или наоборот, метод обратного дизайна. Поиск оптимальных форматов для онлайн-обучения. И здесь я предлагаю такую новинку. Перед каждой встречей мы будем делать простые логические упражнения. Простые логические упражнения — это для формирования проектного мышления. Потому что, опять же, я часто встречаюсь с тем, что мне методисты, методологи, преподаватели, эксперты, с которыми я много сейчас работаю, говорят, ну как ты это видишь, что вот нужно вот прямо вот эту тему разделить на третий блок. Я говорю, это очень просто, потому что есть определенный способ логического деления. Его просто нужно знать. Это чистое знание. Это даже не придумка, это даже не способность какая-то. Но, в принципе, логика обладает каждый человек. Но есть совершенно конкретные формы и законы мышления, которые достаточно знать, чтобы их научиться применять. Поэтому, конечно, я не предлагаю курс по логике, но простые логические упражнения на способы определения, на способы деления, на способы понимания того или иного закона логики, который заложен в проект. Здесь, во всяком случае, на этом уровне мы можем это рассмотреть. Второй модуль – это практика создания упаковки. Почему курс практически? Мы прямо упаковываем ваш курс. Ну, настолько, насколько возможно это сделать вот в эти краткие сроки. Но в любом случае, ко мне можно обращаться за помощью в это время, пока идет курс. И я, в принципе, человек очень отзывчивый. Я обязательно вам отвечу или обязательно подскажу или обязательно проконсультирую. Более того, часть нашего эфирного времени мы тоже будем занимать прямо на практическую работу. Потому что я вообще считаю, что теорию вы можете прочитать и дома. И для этого даю определенные бонусы или определенную разгадку, дополнительный материал. И как здесь было указано, объясняя, в чем ценность этой базы знаний. Это вы можете прочитать. Но проделать это лучше действительно. Ну, просто диалог спросить. А я правильно сделал? Или а как вы считаете, вот здесь еще что можно сделать? Вот это можно спросить как раз на курсе. Поэтому формат у нас идет здесь. Творческая мастерская. И в подарок домашняя площадка. Я ее называю домашняя или своя площадка. У нас есть бесплатные инструменты, в которых можно сейчас проектировать. Это значит, что вы можете собрать свой курс прямо в онлайн-среде. Не на бумажке, не просто в документах, в Word или еще как-то. А сразу, например, посмотрите, как это может выглядеть на площадке. И, кстати, посмотрите, какие степени вовлеченности туда можно ввести. Но модуль третий, это создание образовательной среды, он небольшой. И как раз сегодня я взяла тему именно отсюда. Потому что один из инструментов проектирования вовлеченности это карта пути студента. И мне очень хочется просто показать широкому кругу прямо преподавателей, а как эта карта пути составляется, и почему туда можно спроектировать и вложить как раз элементы вовлеченности. Вот, например, перед вами, мне кажется, это как раз Skyen, одна из, кстати, успешных и популярных онлайн-школ в России, которая очень глубоко занимается методологией. И некоторые примеры вот такой карты я как раз и придумала. Ну, я у них и нахожу это, да, потому что я вижу, что они этим занимаются и очень серьёзно, да. Когда на таймлайне идёт весь процесс, весь путь слушателя, как раз внедряются туда события, активности в промежутке этого события. что участник думает и слушает, какой график эмоций здесь можно взять, да. И вы даже видите, как измеряется на кривой вот эта вовлечённость, где она падает, где она увеличивается. И когда вы эту картину видите целиком, вы можете с этим что-то делать. Действительно, просто садишься и думаешь, да, а что в этом случае можно сделать. Ну, просто задаться вопросом – это тоже очень важно, потому что ответ можно найти только тогда, когда вы им задаётесь. Эффективность курса в наших с вами результатах. У нас уже есть такие результаты. Я предлагаю вам тоже потом посмотреть эти кейсы. Курсы, конкретно созданные преподавателем на наших прошлых курсах. Я могу вот просто пролистать сейчас, у меня как раз немножко времени, да. Великолепная школа тренеров по осознанному выбору профессии. Великолепная школа по профориентации у Марины Пискарёвой. Она из Владивостока. Ну, очень интересный проект. Ульяна Аниконова создала 43 курса. Она пришла ни с чем. У неё были курсы на антитренингах. Ну, то есть довольно дорогая площадка для преподавателя. И мы переложили её курс. Она увидела, как это составляется, что она может сделать сама. И переложила всё своё репетитоство, 43 курса, вот на свою площадку. Поэтому тоже мы это сделали. И не только курсы, но и различные творческие проекты. Мы тоже умудрились всё это в онлайн упаковать, разложить. Поэтому приходите, мы сможем с вами сделать такой проект. Я прямо в 12, в час, в 13.00 вложилась, как сказала, как просила меня Татьяна. Поэтому спасибо вам тоже за внимание. У меня на этом всё. Вы видите контакты мои, где можно меня найти. У меня есть телеграм-канал «Дизайн знаний». Вы можете туда приходить, подписаться. Я выкладываю там иногда не только истории. Истории я очень люблю. Но и какие-то полезные фишки. Можно мне написать. И, конечно, регистрируйтесь на курс «Педагогический дизайнер». Я буду вас ждать. Мы такой курс проводим один раз в год. Поэтому приходите. И у меня всё равно напоследок вопрос. Что из моего выступления, если кто-то ещё остался, что из моего выступления вам запомнилось больше всего? Потому что самое главное – это обратная связь. Что запомнилось больше всего? Или можно просто сказать понравилось или не понравилось. Я буду рада любой обратной связи. Спасибо вам большое за присутствие. Вы можете задать мне вопросы. Пока кто-то расходится. Знаете, так бывает. Звонок. День, день, день. Кто-то встаёт, расходится, а кто-то подходит с вопросом. Поэтому кто-то сейчас разойдётся, а кто-то задаст вопрос. Так, я просто подожду здесь, посижу и подожду ваши вопросы и посмотрю ваш чат. Спасибо большое. И вам хорошего дня. и учебного года. Очень понравилось, пишет Юля. Спасибо. Очень информативно. Спасибо. Полезная информация. Спасибо. Очень понравилось. Спасибо. Задумалась о профессии педагогический дизайнер. Здесь речь не только о профессии идёт. Я думаю, что это общий навык для проектирования. Педагогический дизайнер – это методология. Это общий навык для создания качественных, эффективных продуктов. Когда продукт до мелочей продуман, детально продуман. Когда очень важно качество. То есть технология, сама методология применяется тогда, например, если мы введём на Каурсеру, то там нельзя разместить просто то, что вы хотите. Вам всё равно предложат определённый формат технологический, в который вы будете укладывать это всё. На любой площадке. На открытом образовании. Вы тоже будете так укладывать. Вот это как раз про технологии. Поэтому педагогический дизайн – это одна из форм педагогических технологий, который связан с онлайн-обучением. Потому что дизайн – это значит, что ещё нужно контент встроить в определённые форматы. Продумать эти форматы. Насколько, например, нужна визуализация или нет. Какой вид визуализации здесь нужен. Какие технические инструменты для этого можно подобрать. Здесь, я бы сказала, педагогика плюс техническая составляющая для доставки этого контента. Вот так. Спасибо большое. Да, за содержательность. Особенно за метрику. Валентина написала. Да, спасибо. А что именно в метрике? Что её надо иметь? Что задним умом себе нужно понимать? А что это обозначает? Да, эта метрика. Пока, к сожалению, не понял для себя, каким образом всё это можно применять при изучении дисциплины теории механизмов и машин. Сейчас посмотрим. Василий Леонидович, приходите на курс, мы разберёмся с этим. Применять это можно всегда и везде, если вы преподаете. Потому что способ преподавания, он технологичный. Я очень много работаю с экспертами, я очень много работаю с экспертами, которые не являются профессиональными преподавателями. И вы знаете, я иногда честно восхищаюсь, такие колоссальные знания люди имеют, они их иногда не могут просто из себя извлечь и выложить, упаковать. Как вот рыба выброшена на лёд. Я знаю, я могу сделать, но рассказать или передать это, научить другого не могу. Научить другого — это целая технология, это тоже искусство, это тоже профессия. Поэтому здесь этому тоже нужно учиться. Я так считаю. Большое спасибо. Подписалась на ваш канал в Телеграме. Спасибо большое. Думаю, что ваш вебинар усилил бы анализ ошибок в проектировании и реализации вовлечённости, а также анализ ограничений вовлечённости, указания на те барьеры, с которыми сталкивается педагог. Спасибо, всего доброго. Да, благодарю вас. Я обязательно потом перечитаю. Ещё раз. Да, ошибки в проектировании. Совершенно верно, да. Что иногда можно такого напроектировать. На самом деле, ну это как пересолить и не досолить. Так, спасибо. Понравилась карта пути студента на слайде, что используются эффективные маркетинговые инструменты. Да, совершенно верно, в контексте анализа эффективности обучения. Юлия, совершенно вы правы. Да, это маркетинговые инструменты. И карта пути студента, она выросла из карты пути клиента. Да, и впервые стала применяться именно в бизнес-образовании. И сейчас в рамках продуктового подхода переходит и на другие виды образования. Ну и, конечно, такие онлайн-школы, как Fox, World, Sky, то есть, ну, раскрученные уже школы, зарекомендовавшиеся для школ, они не обходятся без этих как раз маркетинговых инструментов и, ну, где соединены и маркетинги, и обучения. Там без этого нельзя, это продукт. Всё, спасибо большое. Тогда мы завершаем. Ну, всех вам благ. Спасибо.